Здравствуйте, это программа «Акцент» в студии Ирины Чанышева. Сегодня у нас в гостях начальник межрайонного отдела МВД России Городецкий Александр Щелин. Здравствуйте, Александр Константинович. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы откликнулись на нашу просьбу поговорить о том, как органы полиции помогают организовывать общественный порядок на тех благоустроенных и не очень благоустроенных территориях, которые есть в нашем городецком муниципальном округе. У нас недавно было обращение из города Завожья, где жители города пожаловались на то, что постоянно вандалы, не очень воспитанные молодые люди в основном, распивают спиртные напитки в новом благоустроенном пространстве в сквере «Четыре УКК счастья». Замечательное название, правда? Вот, и, к сожалению, там порядка не удается постоянному, постоянного такого надежного порядка обеспечить, потому что, несмотря на то, что уборку каждый день делают, каждый день повторяется одно и то же. Вечером собирается компания и хулиганят. И вот наши граждане спрашивают, почему нет постоянно действующих патрулей, которые когда-то в далекие времена советские постоянно патрулировали и проводили вступительную работу с несознательными гражданами, перезвали их в порядку. Как у нас сегодня организована эта работа? Да, вопрос понятный. Действительно, что население волнует этот вопрос наведения порядка. Сейчас идёт строительство новых площадок, и каждый год реконструкции запускаются новые площадки. Соответственно, есть негативные моменты, когда происходят факты и вандализма, и порчи имущества, банальное распитие спиртных напитков. Если взять в целом оперативную установку по городу Заволжью, отдельный наш участок ответственности Могородецкий, сам по себе город имеет в оперативном плане обслуживающую специфику, он сравнительно небольшая территория и высокая плотность населения. За текущий момент 8 месяцев этого года было совершено 343 преступления на территории именно города Заволжья. Это на 6% меньше прошлого года, раскрыто на 3,5% больше, то есть позитивная динамика есть. Хочется отметить неплохую работу по появлению сбытов на 83%, было выявлено больше фактов сбыта наркотических средств. В общественных местах было совершено на 37% меньше преступлений в этом году, на уличных почти на 50% меньше по городу Заволжья. Но это говорит о том, что идёт определённая профилактическая комплексная программа. Здесь, чтобы был положительный результат, необходимо комплексное системное участие всех субъектов профилактики в этом плане. По вот этим детским площадкам у нас патрулирование осуществляется по городу Заволжью нарядами ППС, наряд ГИБДД выделяется ежедневно, значит, взаимодействующий орган МАВО – это отдел неведомственной охраны, ну и участково-полномочий на каждом своём участке. По патрулям, почему раньше их было больше? Вы помните, спецрота была специальная у нас только за городом Заволжьем было сотрудников полиции, сначала 80 сотрудников, потом и снизили до 60, потом эту спецроту ликвидировали, и осталась одна рота патрульной службы. К сожалению, сейчас 45% некомплект, некомплект очень большой, он, в принципе, везде по области такой, плюс мы обслуживаем, участвуем в двух командировках больших в районах Российской Федерации, выделяем личный состав. Здесь, по большому счёту, количество, плотность нарядов, она складывается из этого. То есть, машины есть, а с людьми напряжённо? Ну, с людьми напряжённо, но ещё раз говорю, если какие-то вопросы возникают по оперативной обстановке, по каким-то массовым мероприятиям проведения, здесь мы всё быстро перестраиваемся и адекватно реагируем на эти мероприятия. Александр Константинович, а вот граждане задают вопросы и обращение к власти, я думаю, что и к правоохранительным органам тоже обращаются с аналогичными просьбами. Это введение нормальной системы видеонаблюдения. Всё-таки вот установка системы видеонаблюдения, она помогает обеспечению безопасного нахождения граждан в общественных местах? 29 камер по городу Заволжи, они расположены. Ну, много ли мало, это как бы для нас, так это, конечно, желательно бы больше было, чтобы их… Значит, самое главное, эти камеры мы закрываем, въезды и выезды из города Заволжи, плюс места массового пребывания людей, проведения массовых мероприятий. Здесь, вот, допустим, взять парк, который сейчас идёт реконструкция, на весь парк было две камеры видеонаблюдения. Но это, конечно, недостаточно. Это недостаточно. Сейчас решение принято, и в ближайшее время будет интегрирован в систему «Безопасный город» ещё четыре камеры. То есть, фактически весь парк будет охвачен, и те проблемы, которые были раньше с этим, ну, с нарушением общественного порядка, я думаю, что они будут сняты. Все это видеонаблюдение, оно выходит в оперативного дежурного отдела Заволжи. Значит, в городе Граце наши камеры выходят на центр, так называемого, мониторинга, где постоянно находится специально обученный сотрудник, который смотрит за этими камерами и адекватно, соответственно, своевременно направляет наряды, если нарядов нет, то следственно-оперативную группу, если нет, то участкового зонального, на пресечение этих мероприятий. По большому счёту, значит, по тому, что мы начали разговор с того, что жители города Заволжи, вот этот вопрос очень волнует. С мая месяца мы промониторили ситуацию, 13 сообщений было от граждан о нарушении общественного порядка на детских этих площадках. Значит, по 7 фактам лица были привлечены к ответственности, ну, по 6 фактам, соответственно, здесь где-то, может быть, не успели доехать, то есть, не застали этих правонарушителей. Поэтому один из вариантов сейчас у жителей города Заволжи, телефон всем известен, 0212 сотовый или 112, каждое сообщение, оно зарегистрировано. Мы лично, все мои руководители каждый день прослушивают, и очень жёсткое наказание, если будет что-то не зарегистрировано, вплоть до серьёзных последствий для сотрудников. Поэтому всё это понимают, регистрация идёт стопроцентная. Ну, и соответствующее реагирование, оно тоже отслеживается. Ну, вот как рассказывают жители городецкого муниципального округа и в Заволжье, и в Городце, аналогичные проблемы, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, в разное время, годы, наверное, по-разному бывают. Но, в общем, люди отмечают, что вот те пространства, которые сейчас появляются, красивые, отремонтированные, удобные. И где детям интересно, где взрослые могут найти какое-то занятие, даже уличные тренажёры, например. Вроде бы совершенно замечательные вещи. И очень много положительных отзывов на эту тему. И люди возмущаются, когда отдельные несознательные граждане вот это всё разрушают. И музырят, и безобразничают. И, конечно, когда такие вещи случаются, настроение портит всем. Вот их немного, таких людей. Да, но если они есть, то получается, что они могут испортить жизнь многим людям. Поэтому давайте мы посоветуем нашим гражданам. Всё-таки телефоны есть сейчас у всех, даже у бабушек и у дедушек. Поэтому обращаться в органы полиции для того, чтобы они ответственно и со знаниями дела выполняли головную задачу – обеспечивать порядок и безопасность наших граждан. Вот мы ещё упомянули о том, что тех результатов, которые есть, уверены вам, подразделения, что консолидированная работа всех ваших структур, всех ваших подразделений даёт эффективный результат. Вот по поводу работы участковых. Тоже есть обращение людей о том, что не везде есть участковые. Как у нас вообще проблемы с участковыми решаются? Там маленькая зарплата совсем? Или работы очень сложные? Как решаются вопросы по этому важному участку работы? Ну, сейчас по некомплекту, по городу Заволжье у нас 15%. С учётом того, что у нас ещё, если женщина в декрете находится, нагрузка серьёзная на участковых полномочных. Мы фактически почти у каждого участкового полномочного на обслуживание по два участка находятся. Ну, сейчас такая ситуация, я думаю, что у нас тоже в командировку участковые уехали. Получилось так, что очередь именно выпала на город Заволжье, поэтому участковый Заволжье тоже у нас находится в командировке. для стимулирования, но это не означает, что мы опустили руки, для стимулирования их работы, по большому счёту, за каждое совмещение участка выплачивается 100% от должностного оклада. То есть, деньги хорошие, поэтому участковые, они работают, справляются и на двух участках. Но это тяжело. Спасибо вам большое за интервью, Александр Константинович. Спасибо за то, что вы нашли время и рассказали нам важные для наших жителей вещи, новости некоторые, да, и приятные известия, ну, в том числе по парку. Я сама Заволжанка, поэтому об этом, вот об этих изменениях позитивом, что всё-таки слышат пожелания людей и меры какие-то предпринимаются важные для того, чтобы жить нам было безопаснее, было приятнее и интереснее проводить время в комфортных условиях, которые у нас сейчас появляются. Спасибо вам большое ещё раз. Спасибо, что пригласили. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok